очередная шелковица попалась мне ну что вот хочу показать на это шелковицы пример как я буду формировать и здесь будет многолидерная формировка что я буду делать я буду сейчас укорачивать вверх определенного до определенной высоты и буду разреживать эту крону она что приоритете будет первую очередь на вырезку толстый побег и слабый будут центрально убирать оставлять более 2 слабых и так далее по всей кроне то есть крона должна быть разрежена шелковица плодоносит вот таких шпорт сах маленьких вот 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 как только происходит затенение сразу эти шпорт с и отсыхают и становится дерево лысым голым стволы вот как нижней части в общем приступаю к работе что я делаю перевожу на многие лидеры и разреживаю крону для просвещения переводя на более слабые лидеры приступаю к работе уже покажу как будет вот такая шелковица что делюсь результатом вот такой получился густ высота где-то вот лестница у меня 220 я все достаю с лестницы но где-то до трех метров два с половиной 2 и 8 где-то так так что я сделал я раскрыл крону для света и обрезал сопочинил все что росло выходя за рамки этих лидеров то есть система от опять же та же самая система кей джиби множество проводников не даем боковым веткам выходить за рамки этого проводника укорачивая и тем самым сдерживаем их чтобы они не загущали нам эти проводники нижней веточки оставил поникшие таки те которые повисли сейчас побойду покажу здесь очень хороший хороший просвет получился есть хорошее расстояние между этими лидерами вот так вот боковые веточки поникшие это хорошо здесь все можно подойти воды снять еще раз повторюсь шелковица на этих шпортах плодоносит это тоже самое тот же самый принцип по системе кей джиби что я хотелось бы сказать сейчас покажу чуть-чуть со стороны как выглядит деревце мне кажется отличный результат вообще что хотелось бы сказать нужно пробовать учиться на какой-то платформе развивать ее дальше на разных культурах агроном который здраво мыслит есть такой на украине александр маценко у него большой питомник там 17 гектар вот его золотые слова повторю ну дали нам европейские коллеги американские платформу уфа кей джиби так далее испанский куст включаем голову давайте будем пробовать модернизировать и улучшать пробовать так сяк действительно вот он пробует уже на основании своих опытов своих наблюдений модернизации получают результаты более чем представлены оригинаторы оригинаторы я поддерживаю двумя руками и призываю к тому же садоводов снимаем шоры книжные включаем воображение опыт и свои умственные способности и развиваем модернизируем формировки наблюдаем что мы делаем последующих годах как дерево реагирует совершенствуем учимся подходить творческий обрезки не шаблонными книжными старыми этими основами учимся у продуктивных предпринимателей которые уже показывают хорошие результаты и так далее что дальше с этим деревом это дерево обязательно требует летней обрезки которые сейчас оставлены вот такие вот плодовой почкой требует летом обрезки всех браслевых побегов которые будут выходить внутри по бокам мы все должны сопо чинить этим лидером то есть летняя обрезка обязательно если мы ее не будем выполнять значит все загустится и это все напрасно то есть обязательно если мы делаем такую формировку летом подходим и работаем с этим деревом в общем такая классная форма получилась на мой взгляд клиент будет доволен но если буду в этих краях может быть покажу что будет летом с этим деревом такая формочка классно получилось очень красиво